Приветствую вас. Я думаю, что дружба для каждого своя. Я думаю, что каждый понимает дружбу по-своему. Мне кажется, что у дружбы очень много грани, но мне думается, что дружба это когда люди делятся чем-то, что у них есть в избытке. Это когда люди не боятся делиться этим и когда людей связывает что-то, как правило, дружба возникает по поводу чего-то. Дружба не может возникнуть ниоткуда. Соответственно, дружба это то, что объединяет людей по какому-то опыту. Соответственно, вам нужен опыт. Дальше. Я человек совершеннолетний, пишите вы, но за всю мою жизнь я, можно сказать, ни с кем не общался. Но не могли бы вы немножко подробнее об этом рассказать, что это значит, что я ни с кем не общался, что вы понимаете про общение. Я даже не способен формулировать свои мысли при общении с глазу на глаз, дойдя по плохому пути, когда я пытался завести знакомство. А вы не можете совести, вы не можете формулировать свои мысли, потому что боитесь? Это страх у вас или что? Вот как бы, как бы... А ну в чём проблема? В чём проблема? А вот. А вот шем трудно то, что вы не можете сформулироватьそь мои мысли Я бы хотел, чтобы вы немножечко это сформулировали немножко, да? То есть вот постарались определить, что мешает страх, это сверхмотивация, это пустота в голове, это что-то еще, какие-то мысли определенные. Я всегда всем не нравлюсь и часто выслушиваю свой адрес в мешке. Ну, я думаю, что вас не удивит, вы кажетесь высокоинтеллектуальным человеком, я думаю, вас не удивит, если я скажу, что, в принципе, это нормально, что человек может кому-то не нравится абсолютно, и нормально, что мы не нравимся большинство людей, если. Потому что мы не обязаны нравиться большинство людей. Мы не одежда, мы не товар, мы не продукт какой-то, который, там, я не знаю, пытаются продать, да? Вот. То есть мне кажется, что мы не должны нравиться. А если мы кому-то нравимся, если мы кому-то нравимся, то мне кажется, что, грубо говоря, симпатия, которая может проявиться, то, что мы можем справиться только по какому-то поводу, по какому-то объекту, по какому-то предмету. То есть не может, это не может проявляться без, без предметов, мне вот кажется, ну, мне кажется так. Обязательно, обязательно, мне кажется, должен быть какой-то предмет. Обязательно, мне кажется, должен быть объект пересечения. Вот. Понимаете? Такая штука. Если этого нет, то это, ну, мне кажется, вот в какой-то степени уже проблема. Проблема просто так, нравится людям, это, это, я бы сказал, очень поверхностное такое отношение между людьми, поверхностно, неустойчивое. Вот. И, опять же, вы производите впечатление человека, который хотел бы более близких отношений, как мне кажется. Я не уверен наверняка, да, но вот мне так, мне так вот кажется. То есть вы, ну, может быть, всё по-другому, то есть я не знаю, я не знаю, как сказать, дела на самом деле, правда. Вот. Вот. Ну, мне кажется так. И вот момент, момент, мне кажется, здесь в том, чтобы, чтобы вам найти вот эту вот свою, свою как раз таки точку приложения, родная, до выхода энергии своей, вот, чтобы ваша энергия, которая у вас есть, ваш потенциал, который есть, чтобы он имел возможность выразиться, вы могли выразить себя, а пока что, мне кажется, такой возможности у вас нет. Дальше. Так, сейчас вы слышали смешки. Ну, смешки вас ранят, я полагаю, это в принципе уже понятно, что они вас ранят. Но важно, как мне кажется, здесь немножко другое. То, что смешки вас ранят, именно как мне кажется, потому что вы считаете, что должны нравиться как раз таким людям. Мне кажется, что вот в какой-то степени проблема может быть в этом. Я, конечно, могу ошибаться, да, безусловно, но вам нужно попытаться ответить себе на вопрос, как меня ранится то, что вот я слышу эти смешки. Как меня это задевает, что я слышу эти смешки. Как наличие этих смешков меня задевает, условно говоря. это было бы здорово, если бы вы подумали и ответили бы себе на этот вопрос. было бы очень хорошим, как мне кажется, шагом для вас, шагом вперед, шагом к пониманию себя в какой-то степени. Дальше. Так, я не понимаю одного. Раньше они могли чуть без общения. Обычно общался в интернете, где никто не мог увидеть внешность. Но теперь что-то не так. Ну, здесь как минимум вы противоречите себе несколько предложений ранее, и вы сказали, что ни с кем не общалась. Теперь что-то не так. Я ненавижу общение, оно меня дико раздражало. Это в какой-то степени связано с оценкой. То есть, опять же, вы себя оцениваете. Но если говорить не абстрактно, если постараться не абстрактно отвечать, да, давать какую-то обратную связь, то вас вообще не просто стало больше ранить. Оно причиняет вам больше боли. Потому что вам, вероятно, чего-то хочется, когда вы начинаете общаться с людьми. Вам чего-то хочется. А получить этого вы не можете. И вам больно. Вы считаете себя плохим. А вот и, как я думаю, заду вы себя наказываете и бичуете. Из-за того, что вы, по вашему мнению, плохой. Из-за того, что вы не общаетесь. Ну, ни с кем не общаетесь. Дальше. Что хотел бы еще сказать. Это, наверное, то, что ненависть к общению. Вот именно чувство ненависти. Веситный механизм. Веситная реакция психики. Потому что, ну, как-то вот. Так вот. Психика пытается себя высчитать. От нарушения равновесия. Вот. Что, в принципе, вполне логично. Как мне кажется. Ну, мне так кажется. Вот. И отсюда ненависть. Ну, за ненавистью. Там, условно говоря, ненависть это вот. Там, грубо говоря. Отношения. Со знаком минус. Да. Такой очень сильный минус. Ну, за ним, как правило, всегда открывается плюс. То есть, вот. За знаком минус раскрывается плюс. Ну, или, по крайней мере, что-то вот. Такое, знаете, нейтрально. Нейтрально раскрывается. Вот. Поэтому, вы ненависть это обесцениваете. Да. Но обесцениваете только потому, что вам это важно. Вот. Что вы пытаетесь получить от общения. Это, конечно, большой, как мне кажется, вопрос. Ну, я думаю, что вы пытаетесь получить от общения подтверждение тех... подтверждение тех мыслей о себе, которые у вас есть, во-первых. И, во-вторых, удовлетворение тех потребностей, которые у вас есть. Вот. И... Аху. В какой-то я степени вы бравы. Но... Вы в этом... А-а-а... От слова... А-а... Совсем. Вот. Не полагаетесь на себя. И в этом, наверное... Самая ваша... Большая болезненность. Вот. А, да грейся, это про личные границы. про незащищенность вашу, когда вы общаетесь. Одиночество это, ну, отторжение, непринятие себя и, как бы, блок своих чувств, запрет вера на проявление чувств. Это и есть одиночество. А смысл общения в общении – это интеллект. У вас достаточно сильный интеллект, который способен все обеспечивать. Но интеллект – это не то, что вас определяет. Пытался найти единомышленников. Единомышленников в чем? Ну, люди абсолютно бесполезны и ленивы. Как это связано с тем, что вы пытались найти единомышленников? Что мне делать? Что делать, чтобы что? Это важный момент. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь на обратную связь.